привет санамасы надо немножечко разъяснить про колю вернее добавить информацию потому что вчера было при водителе сумбурно как-то рядом человек много стали не расскажешь не фикса фанат еще ну будет поражен и руль крутанет не туда куда нужно в общем смотрите давайте так по порядку как это все происходило да она мы собираемся встретиться на в днх но она сказала что она встала после работы уже не хочет ехать на метро пригласила домой на чай ну это конечно от женщины превышение на чай всегда воспринимается как приглашение в постель по сути но я особо не рассчитывал я надеялся что будет возможность у него за ночевать по крайней мере вот то что время уже позднее было я обещал кстати приехать в 2222 вот приехал чуть пораньше в 2200 где-то что там значит ну мы попили чаю с моими чипсами она кстати сказала что на есть не хочет я спрашивал можете купить вот чипсы хорошо зашли ей понравились мне тоже чай был с медом зеленый тесс хороший она меня угостила шпинатом у нее был шпинат как раз единственное что не был седурный холодильник смотрите она снимает квартиру трешка пополам девкой другой то когда я пришел она была одна ну а третья квартира комната закрыта хозяйская а вот но потом когда мы уже пошли поперить чай поели шпинат и пошли в комнату пришла ее напарница возможно это ее смутило не знаю но это реально бывает на телок влияет в чем конфликта она мне говорила то есть когда легли я там начал слегка пальпировать потом не слегка потом я там начал попку трусики у меня были по-халатски вот такой домашний трусики кстати прикольные ночи попка тоже классно ножки хороши но и лет 40 вот но стройная ничего не скажу год на четверках вот я нам начала говорить типа у меня надо к себе привыкнуть чем больше ты наседаешься мне сложнее вот эта вся бабская хуйня но понимаете я это уже слышал все эти эмоции и в большинстве случаев это ничего не значит то есть если баба так говорит то это надо игнорить на все случаи потому что это хуйня вот вот типа и я должна привыкнуть сама уже выжить с тобой рядом в постели к чему привыкать ну даже если бы это и так было на самом деле это очень малая вероятность того что это правда поэтому естественно я игнорировали все домыслы там так довольно таки с высока к этому отнесся по хуистически я на этом отпускал руки периодически играл ближе дальше то приставал то успокаивался вот мы так успели просмотреть целый фильм обидеть зла за все это время что играли в эти игры дашь не дашь вот я за это время три раза сходил в сортир по-моему и везде потому что чай заходил и потом в конечном когда она посходила в сортир она уже до этого одно раз мне сказала сортир ты поедешь домой но я сказал там нахуй давай лучше когда просто посплюсь она говорит нет уходить домой но я проигнорил это где-то уже минут за двадцать до финала было я проигнорил и потом в конце вот уже она когда пришла я ну еще там был очередной приступ к пальпасе сейчас там пальпасе я пробовал систочку и был в интерфей на торфей на торфей сейчас очень аккуратно вот и она уже говорится так все садились и там Аня она отсела на подачу на подъехали в диван и вот так сидела и опять смотрела с этой теле ну я посмотрел все там ну так самоуверенно ты там подавил вот иногда ну и потом у нас это выйдет Сергей едет домой потом опять сидит ну и смотришь ты типа дело движется к развязке и решил прикинуть со спящей ну она там через какое-то время еще там что-то Сергей Сергея и я такой и поездка а она говорит Сергей я вижу что ты притворяешься там начало ля-ля-ля тополя вот но она мне ни хрена она начала меня раскресать я ни хрена я сейчас в полицию уезжу не в хуй на какой выжив она меня короче толкала толкалась толкала на пол я на полу уезжу и начал перегружаться там ни хрена на трехвала Сергей что сказал может видеть скоро я смотрю ну короче еще так какой-то минут три где-то такой продолжался этот цирк но я не ржал я просто системы смыслался и потом короче я же не выдержу и говорю Коля ведь ты нахер заржал вот все что я сделал и она такая говорит Саркея я тебя вызывал такси она че заговорила когда-то сказал Саркея ты куда-то такси за свой счет когда-то звучало магическое слово за свой счет когда говорили ну блять у тебя много денег придавай на зла она вызывала ну у меня было еще подозрение что она тебя потом сбросит запас от них Но вот для чего все будет положено. Для отца это зла. Как я вам рассказал, показал я фотку. Ничего бедного. Вот. Такие зла фономасы. Чтобы не было лёжных инсинуаций. Я, кстати... Там еще был такой момент, когда я у Тони Сыкс когда-то был. Он говорил, что если у вас хороший рапорт, у нас не будет хороший рапорт. Мне обсуждали такие тонкие темы. Моё ребёнка и так далее. Моё жизнь. Вот. А если у вас будет хороший рапорт, и вы не будете проводить свою выставку, то вы пойдёте на поводу девушки. И у меня очень постоянный переводовок к рапорту. Исполняют недостаточные годы судьбы. Исполняют многим, Редактор субтитров А.Семкин